итак ребят вот он этот красавчик s pro 200 так он выглядит он короче небольшой аппарат небольшой но вес имеет по сравнению например с теми дешевыми сварочными аппаратами такие как брать например там или парма хотя они побольше будут вода немножко сантиметров так примерно на три на четыре больше но этот аппарат будет тяжелее и вообще мне такие вот модели они очень нравятся вы поняли да такие модели очень часто встречаются кратон есть такая фирма есть калибр там много встречаются таких аппаратов именно с такой схемой это нормальные аппараты для для бытовых аппаратов это прям супер тройку варят без проблем без проблем такие вот характеристики смотрите я на них уже не смотрю последнее время потому что пишут наверно обман сейчас вам точно скажу на 150 амперах то есть то есть вот так варить будет без перегрева в нем я думаю ампер наверно 140 120 ампер без перегрева 120 ампер это тройкой варить защиту не зайдет мы проверим сколько он выдает на самом деле ампер все проверим сейчас посмотрим комплектацию и внутренности сварочного аппарата что у нас тут коробочки имеется давайте смотреть удивило меня то что тут держак необычный смотрите такой вот держачок некоторые скажут ну кабеля короткие типа да чё с ними делать да с такими кабелями что я делаю я беру вот эти вот кабеля соединяю в один вот так один к одному приложу бедной проволокой обматываю соединяю их и получается у меня один как минусовой кабель или плюсовой а второе уже или покупаю ли там смотрю понятно да что получились по три метра кабеля чтоб удобно было работать такого держачок необычный вот это вот штука тонкая конечно видите такая вот кстати медный электрод держит хорошо проверял большие токи не выдержит то есть четверка и варить не вариант он сплавится а вот так троечкой допустим два с половиной миллиметра отличный держачок удобный легкий отличный проблемы конечно могут возникнуть у новичков в том что новички пытаются много току накрутить чтобы какую-то сварку произвести новички начинающие сварщики да там опытные пытаются накрутить побольше току опытный сварщик он ему уже большой ток особо такой так и не нужен вот видите такая масса крокодильчик кабеля у нас 16 квадратных миллиметров то есть для меня это самые лучшие кабеля такой толщины толще не нужно потому что четверкой где варить негде это самое то конечно желательно чтобы они были медные потому что медные они более дольше ходят короче нету разницы в сварке алюминием варите или медью разницы нет разница только в том что медь дольше проходит алюминий он лучше тем что провода легче нелегкие не надо там как некоторые царапаю до проверяют то есть поцарапал проводочки посмотрел медные не или нет а вы навес просто сразу определите медный это кабель или или алюминиевый легкие значит алюминий тяжелый значит медь ты ее медь хоть на самые волосинки поделать да там но чтобы там вообще тоненькие тоненькие были она все равно будет тяжелая так что у нас здесь еще есть инструкция вообще я этот аппарат он ребят сразу скажу советую у меня такой был калибр 205 неплохие аппараты варят неплохо дуга пойдет все электроды варят для дома это самое то что нужно рада немножко дороже чем где-то на 1000 рублей дороже чем обычные так ну ладно давайте посмотрим сколько он выдерживает мороз так быстренько от плюс 10 до плюс 40 то есть мороз он боится мороз ним лучше не работать вот так вот зато честно давайте смотреть что у него внутри и так давайте смотреть что же внутри а по внутри внутри не совсем так все и плохо кстати стоит стать вентилятор такой же как на фубок мощный ну да это вот то же самое что калибр 205 все то же самое качество сборки как бы так более-менее более-менее так как я понимаю здесь 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 4 конденсатора радиаторы охлаждения как бы не очень но пойдет для его мощности пойдет здесь у нас конденсаторы болтаются кстати и вы лучше конечно бы конечно бы проклеить чтобы не болтались потому что если протрется где-то вот между ними может стрельнуть их конечно лучше проклеить ну а так в целом неплохо все будет сразу глаза бросился это вот кулер это не из дешевых это мощный кулер ну и так же вот тоже что это трансформатор или дроссель что это такое тоже такой нормальный неудешевленный в целом нормально все конечно лучше добавить так я смотрел по видосам конечно лучше добавить клея вот сюда чтобы вот это вот не оторвалось не дай бог из-за этого могут взорваться транзисторы не знаю как это называется вот и конечно вот конденсаторы тоже нужно проклеить чтобы они друг другу не не прикасались и они же будут тереться друг друга и где-то малейшее какое-то замыкание и все сразу взрыв их тоже желательно проклеить а в целом так неплохо все поехали посмотрим сколько он выдает ампер и варит ли он электроды у не забыл надо проверить сразу холостой ход какой у него а у меня немножко голос будет не такой подхватил коронавирус от вентилятора включили аппарат давайте посмотрим сколько он выдает сколько он выдает холостой ход вот ничего себе да ну нафиг 110 вольт вот это поджиг будет ну да смотрите да с таким аппаратом вы конечно в сырую погоду я бы не советовал работать потому что при смене электрода будет током пробивать ну если будут мокрые перчатки ноги блин допустим будет неприятно в россии вообще допуск 90 вольт холостого хода в германии 100 вольт допуск холостого хода здесь 110 как бы в принципе это неплохо это неплохо будет поджиг хороший но когда будет сыро очень при смене электрода если тряханет будет неприятно итак друзья полная мощность электрод у они 1355 3 миллиметра давайте смотреть сколько он выдает ампер да ампер он выдает я вам скажу прилично не ожидал где-то наверное ампер 150 я думаю что он тройку жжет так что она можно замерить сейчас я возьму электрод тройку с рутиловым покрытием тройку с рутиловым покрытием вот грисанта мр3 3 миллиметра давайте ей посмотрим ничего себе жжет она сейчас сколько что не дает до 150 где-то 150 ампер выдает этот аппарат шикарно вы знаете калибр столько не выдает по моему он по моему выдает чуть меньше или столько же я не помню если честно до 150 ампер это работать можно даже с электродом 4 миллиметра сейчас я заряжу электрод 4 миллиметра у они 1355 я думаю так точнее будет оно 145 150 ну будем считать 150 потому что потому что электроды плавятся он прожигает трубку да неплохо для этого аппарата 150 ампер просто замечательно сейчас я заряжу электрод LB посмотрим как он их варит так взял вот LB LB52U 2.6 миллиметра сейчас чисто хочу посмотреть как он варит электроды с основным покрытием так 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 Продолжение следует... Сами все видели. Аппарат варит их неплохо. Конечно, для профессиональных работ он не пойдет. Для бытовых отлично. Вот на таких амперах я варил электродом. То есть я рукой себе настроил, пока варил, рукой себе крутилку настроил, сколько мне нужно току было, чтобы вот здесь проварить. Ну, варит он их замечательно, не прерывается, ничего. То есть для бытового аппарата прям замечательно. Для бытового аппарата прям замечательно. Да, я удивлен, говорю, мне эти аппараты нравятся с такими микросхемами. То есть по ихней цене, как бы, эти аппараты нравятся мне. Ампер вы видели, сколько они выдают? 150 ампер. 150 ампер. ЛБ-шку варят, то есть, соответственно, они так же варят. Этот аппарат смело работать электродом 3 миллиметра, и он даже не зайдет в защиту. Смело причем. 100 ампер ставьте, и он в защиту не зайдет. Такие вот дела. Так что советую вот такие аппараты, не именно такой, а вообще вот похожие. Да, их много таких вот вариантов. То есть, Калибр, Кратон, там еще какие-то есть. С-Про 200. Без проблем. Для дома просто без проблем. Отличный вариант. Ну, все, пока. Ставим лайк и подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok